Десногорцы проводили зиму Личный чемпионат Смоленской области по бадминтону Свадьба с английским акцентом Тематический урок в Десногорской школе Масленица – старинный русский праздник, знаменующий прощание зимой и встречу весны Он продолжает оставаться популярным и в наше время По статистике его отмечают больше половины россиян Среди них и десногорцы Прощенное воскресенье десногорцы традиционно встретили на городской площади Там для жителей и гостей Атамграда прошли праздничные гуляния В честь последнего дня масленичной недели Считается, что провожать зиму нужно весело и шумно Посмеяться от души помогали народные забавы и конкурсы Победители получали подарки, а остальные участники – главное лакомство масленицы и блины На территории площади были организованы места отдыха Где каждый желающий мог перекусить аппетитными шашлыками Выпечкой или горячим чаем с блинчиками Настроение прекрасное Да, хорошо все Всех с праздником Вот с блинами стоим, будем кушать Пробовать Прекрасные, вкусные, горячие Все очень хорошо Шашлыки ели, блины, очень вкусно Замечательно Замечательно Весело Хорошо Блинов поели? Конечно И не только блинов, и шашлыки тоже Действительно, желающих отведать шашлыка было очень много Только на одном месте продажи к середине праздника было изготовлено уже около 40 килограмм Я не ел, нам некогда, мы работаем Конечно вкусный, все говорят вкусный Если народ стоит, значит вкусно Масленица – это отличный повод зарядиться хорошим настроением и подарить детям незабываемые эмоции от праздника Я стреляла из дротиков, выбивая пять шариков, получила бабочку Очень интересно Вот отстояли большую очередь за ватой, теперь наслаждаемся Очень рады, что у нас проводится такая активность в нашем городе Есть куда сходить и сводить ребенка Мы довольны Гуляния сопровождались выступлениями творческих коллективов города, песнями, плясками и частушками Кульминацией праздника по традиции стало поджигание соломенного чучела Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ Мастера ракетки Иволана прошедшие выходные провели в Десногорске В физкультурно-оздоровительном комплексе Десна прошел личный чемпионат Смоленской области по бадминтону Подробности далее Подставка, бэкхенд, блокирующие удары и проще малопонятные обывателю термины для этих людей – обязательный фундамент знаний Они – участники личного чемпионата Смоленской области, который прошел с 29 февраля по 1 марта в Десногорске Мероприятие традиционно привлекает преданных фанатов этого вида спорта со всей Смоленщины В этих соревнованиях как и взрослые участвуют, как и младшая категория, поэтому я решил тоже показать свои силы Егор Кудрин – один из участников турнира из Десногорска Когда-то случайно увлекшись бадминтоном, сегодня, спустя 6 лет, он не готов применять его ни на какой другой вид спорта Хочу продолжить заниматься и начать занимать еще первые места Бадминтон входит в тройку самых тяжелых по физическим нагрузкам игровых видов спорта При этом, несмотря на кажущееся сходство с большим теннисом, имеет ряд характерных отличий Теннисная ракетка от бадминтона отличается, во-первых, формой, весом ракетки и, естественно, размерами Она и легче, и поудобнее, не такая тяжелая, играть гораздо проще Это ежегодное мероприятие закрытое, то есть участвуют только бадминтонисты из области Представители пяти районов, всего около 40 человек Но такой формат скоро останется в прошлом Совместные игры с представителями других областей повышают как интерес, так и уровень игры в целом Мы решим этот вопрос и в дальнейшем будем приглашать спортсменов из дружеской Белоруссии в том числе И это будет способствовать развитию и дружеских связей, и росту нашего мастерства Тем не менее, этот чемпионат запомнится участникам напряженной борьбой и нешуточными нагрузками Более 20 человек заняли призовые места, за что были награждены медалями и грамотами Следующие игры по бадминтону в Десногорске состоятся в августе Это будет Всероссийский чемпионат «Атомный валан» Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ 28 февраля в Десногорске прошла британская свадьба Необычный проект подготовили ученики 10-го А-класса средней школы номер один Праздничная церемония прошла под соблюдением всех английских традиций Подробности далее Мероприятие «Традиционная британская свадьба» состоялось в средней школе номер один впервые Интересная и неожиданная идея организовать такой проект пришла непосредственно к учителю английского языка Наталье Степанченко Тема необычная, ей мало уделяется внимания в школьных учебниках Детям было интересно окунуться в атмосферу культуры страны, язык, которую они изучают Когда готовится какой-то проект на иностранном языке, конечно, есть такие моменты, когда нужно учить наизусть Но из-за того, когда импровизируют Церемония бракосочетания, клятва жениха и невесты, фотосессия и праздничное застолье – все это на английском языке Подготовка к такому свадебному проекту длилась три месяца В процессе репетиции и изучения материала школьники не только познакомились с традициями другой страны, но и получили незабываемый опыт и впечатление Для нас это был самый масштабный проект за весь наш класс, то есть мы никогда такого не делали Это первая наша работа, такая творческая Это было очень сложно, интересно, но это того стоило Костюмы молодожёнов, подружек невесты, а также букет избранницы и различные аксессуары Каждая деталь торжества была продумана заранее Ощущение настоящего праздника создавала свадебная арка, выполненная из разноцветных шаров Вы не представляете, как это создавалось, с каким ребятам азартом, как им было интересно делать это Ведь это на самом деле сделано всё своими руками Посмотреть на выступления учеников пришли их родители и педагоги школы Каждый остался под впечатлением от такого необычного проекта В завершении мероприятия всех гостей угостили свадебным тортом Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ В конце выпуска о погоде 3 марта в Десногорске переменная облачность, возможен дождь Температура днём плюс 6 и ночью около нуля На сегодня это все новости Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм В студии работал Олег Соловьёв До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова